Появлению новых партий в Казахстане будут рады мажелесмены. Правда, депутаты уверены, что не все политорганизации выдержат проверку времени. Но вот те, что останутся, внесут настоящую конкуренцию за избирателя. Сейчас же места в парламенте, по сути, монополизировала правящая партия Аманат. Понимаете, когда, допустим, четкое количество игроков уже известны и приоритеты, то, конечно, оно немножко и ведет к застою. Нет новых идей, хоть там партии Аманат, наша партия, мы там трансформации делали два года назад, год назад, сейчас вот трансформация. Но нужно все равно живая какая-то, именно конкурентная борьба между партиями. Накануне президент Токаев поручил снизить регистрационный порог для новых партий сразу в четыре раза, вместо 20 тысяч, теперь достаточно 5000 человек. А минимальную численность в региональных представительствах уменьшить с 600 до 200 человек. Таким образом, создать партию в Казахстане станет гораздо проще. Публичные личности и политики уже заявляют о намерении зарегистрировать свои политобъединения. Но депутаты уверены, что в итоге на политической арене останутся только сильнейшие. Я вот знаю, что в соседней с нами стране, в Кыргызстане, очень много партий. Там что-то до 200, что ли. Ну, я вот сейчас точное количество забыла. Но в выборах участвует, по-моему, гораздо меньше, половина. Ну, а в парламент прошло и того меньше. Понимаете, многие сейчас думают, вот если бы у меня была партия, я бы вот сделал. Это для людей, которые вот так думают, что они что-то могут сделать, что-то предложить народу, стране, государству. Для них это будет хорошая возможность попробовать.